Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами спортивную модель Casio коллекции G-Shock GA400. Корпус данной модели, как и сам браслет, выполнены полностью из полимерного материала. Вот такая вот толщина данных часов. Сам корпус и браслет светлые, белые, поэтому, естественно, они будут значительнее пачкаться, чем когда темный корпус. Ну и на самом корпусе могут быть и небольшие потертости, в частности, это касается, когда одежда контактирует с корпусом, вот, ну и могут немножко стертости появляться. Ну, естественно, каждый, кто покупает такие часы, это прекрасно сами понимают. Вот. Ну и рассмотрим сам дисплей часов поближе. Что маркируется, обозначают все надписи. С левой стороны находятся три кнопки. Кнопка Adjust, это кнопка для входа в ту или иную функцию. Кнопка Start-Stop, например, секундомера. Включение-выключение будильника. Кнопка Mode, это кнопка для переключения функционала часов. С правой стороны располагаются две кнопки. Кнопка Light, это кнопка подсветки. И кнопка редактирования той или иной функции, или сброса той или иной функции. Ну, а также наш ключ, который позволяет управлять включением или выключением значений тех или иных выбранных нами функций. Ну, об этом мы рассмотрим подробнее. На самом дисплее, вернее, на самом корпусе маркируется коллекция G-Shock. Далее, VR20BAR означает, что в данной модели водозащита 200 метров или 20 атмосфер. То есть, в часах можно купаться, нырять, погружаться на глубину, но нажимать на кнопки запрещено. Далее, Set, это то, что относится, как я вначале сказал, к кнопке Adjust, к редактированию, к настройке. Select, это выбор функции. Reset, это сброс функции. Ну, и Light, это кнопка подсветки. И вот этот дисплей маленький, этот дисплей относится к таймеру обратного отчёта. В данной модели можно выставить диапазон от 1 минуты до 60 минут. Ну, и, соответственно, стрелка будет показывать то значение, которое вы выбрали. Тут бренд Casio и G-Shock. Вот под стрелкой маркируется. На самом дисплее отображается календарь. Кстати, значение даты может быть установлено в диапазоне от 1 января 2000 года до 31 декабря 2099 года. Ну, и в электронном дисплее дублируется аналоговое время. А также DST показывается. DST, это значит, что здесь включён режим летнего или зимнего времени. Об этом мы рассмотрим подробнее в настройках часов. Рассмотрим функционал часов. Для того, чтобы переключать функции, используем кнопку MODE. Так, нажимаем кнопку MODE один раз и попадаем в режим секундомера. Секундомер, диапазон измерения 23 часа 59 минут 59,99 секунды. Кроме всего прочего, если мы в этом режиме начнём крутить наш ключ, вот видите, появился в верхнем дисплее 0.1, 0.2, 0.3. И это означает, что мы включим таймер обратного отчёта трёхсекундный, перед тем, как секундомер начнёт свою работу. Продемонстрирую. Нажимаем на вот эту вот кнопку и запускаем секундомер. Вот, три секунды прошло, секундомер начал свою работу. Для того, чтобы его остановить, обратно нажимаем на вот эту вот кнопку и сбрасываем показания вот этой вот кнопкой. Всё, секундомер сбросился. Далее нажимаем кнопку MODE, попадаем в World Time, это мировое время. Для того, чтобы переключать время в столицах, крутим наш ключ. И вверху, ну, тут три буквы указываются. Это означает, какие столицы мы переключаем. В инструкции к часам, напомню, она будет находиться внизу под видео, где вы можете найти полностью расшифровку всех кодов городов. Ну, и, соответственно, меняется внизу время. Таким образом, можно просматривать время в тех или иных столицах. Далее нажимаем кнопку MODE и попадаем в режим будильника ALM. SIG означает ежечасный сигнал. Индикатор RAW означает, что он выключен. Ежечасный сигнал означает, что каждый час сигнал, часы будут включать звуковой сигнал. Для того, чтобы его включить, нажимаем на вот эту вот кнопку. Один раз нажали, появился индикатор ON. Следовательно, каждый час часы будут издавать звуковой сигнал. Далее, тут вращаем наш ключ и видим, как меняется количество будильников. AL1, AL2, 3, 4 и SNOOS. SNOOS это повтор звонка. Если мы в этом режиме выставим наш будильник, то он будет повторять наш звонок 7 раз с интервалом в 5 минут. Рассмотрим, как выставить время любого будильника. Без разницы, какого, он выставляется одинаково. Зажимаем кнопку ADJUST. Вот, появляется индикатор SET и мигает наше время. Кстати, появился индикатор ON, что будет означать, что будильник включен. Если мы будем вращать ключ, мы изменяем наши минуты. Если мы нажмем в этом режиме на кнопку MODE, мигают часы. Вращаем ключ, меняем наши часы. Вот, все работает, все меняется. Для того, чтобы сохранить, просто нажимаем на вот эту вот кнопку. Один раз. Все, в 5.49, ну, в любое время я выставил для наглядности видео, прозвучит наш звуковой сигнал. Допустим, вам его не нужно уже использовать. Для того, чтобы не зажимать вот эту кнопку, а просто быстро его выключить, надо нажать на вот эту вот кнопку в режиме этого будильника. Появится индикатор OFF. Таким образом, когда надо, включаете. Когда не надо, выключаете. Точно так же настраивайте время остальных будильников. В том числе и в режиме снос, в режиме повтора звукового сигнала. Далее нажимаем кнопку MODE и попадаем в таймер обратного отсчета. Таймер обратного отсчета, как я говорил, диапазон измерения от 1 минуты до 60 минут. Для того, чтобы изменить значение, вот вращаем наш ключ. И мы видим, как изменяется стрелка, вернее, как изменяется значение с помощью стрелки левого маленького дисплея. Тут электронный дисплей, это аналоговый дублируется. Ну, допустим, для наглядности видео без разницы, допустим, 7 минут. Для того, чтобы его запустить, нажимаем на вот эту кнопку. Вот. Таймер обратного отсчета начал свою работу. По истечении 7 минут прозвучит характерный звуковой сигнал. Ну, для видео мы не будем ждать. Сама суть работы вам понятна. Для того, чтобы остановить обратно на вот эту кнопку. И сбрасываем, нажимая на вот эту кнопку с правой стороны нижнюю. При этом остается последнее выставленное нами значение таймера обратного отсчета. Ну, и такое же значение в маленьком дисплее. Еще раз кнопку мод нажимаем и попадаем обратно в наш текущий режим. Рассмотрим настройку часов. В этом режиме зажимаем и удерживаем некоторое время кнопку Adjust. Вот появился индикатор Set. Вот. В этом режиме мы выбираем каждый свой часовой пояс, вращая ключ. Вот. Афины, Каир меняется, Иерусалим, Москва. Вот. В инструкции к часам вы увидите полностью расшифровку. Каждый выставляет правильно свой часовой пояс для своего местоположения правильного. Так. Я выбрал Афины. У меня правильно. Еще раз кнопку Mod нажимаю. Мигает DST. Сейчас настроится. Вот. DST. Он. Если мы ключ прокрутим, изменится время на час назад. Он на час вперед. Вот. Это режим летнего или зимнего времени. На час вперед или на час назад. И еще раз кнопку Mod жмем. Формат времени 24 или 12-часовой. То есть, я вращаю ключ. 18 поменялось на 6. Обратно на 24. Ну, мне удобно 24, я так и оставляю. И еще раз кнопку Mod жмем. Мигают секунды. Обнулить секунды можно с помощью вот этой вот кнопки. Вот. Обнулились. И еще раз кнопку Mod жмем. Мигает наше время. Вращая ключ, мы можем изменять минуты. Если мы нажмем кнопку Mod еще раз, мигает значение наших часов. Можно быстро изменить значение наших часов. Ну, вот. Например, вот так. И еще раз кнопку Mod мигает значение нашего года. То есть, в этом режиме, нажимая кнопку Mod, мы переключаем разряды. А ключом мы изменяем значение. Вот. Все работает. В 2017 все меняется. И так далее. И еще раз кнопку Mod мигает значение нашей даты. Сейчас 13 сентября. Вращая ключ, можно изменять. Ну, и так далее. Далее изменять то значение, которое будет верным для вас. И еще раз кнопку Mod мигает Key. Key это режим звукового сигнала. Будут ли издавать часы звук, либо нет. Если мы прокрутим ключ, появится индикатор, который будет означать, что звуковой сигнал тут будет полностью отключен при нажатии на ту или иную кнопку. И еще раз кнопку Mod жмем. Light это длительность подсветки. Она может быть либо 1 секунда, либо 3 секунды. Вот. Ну, допустим, вот 3, либо 1. И еще раз кнопку Mod. И опять часовой пояс наш мигает. Ну, так как мы все выставили верно. Вот, кстати, видите, стрелки встали в такое положение, которое удобно для считывания всех показаний. А тут чуть-чуть выше, чем часовой пояс мигает Hands. Что означает, что выбран режим Hands, стрелки встали в такое удобное положение. Сохраняем, нажимая на кнопку Adjust. Вот. Все, все наши выбранные настройки будут сохранены. Есть такая фишка, если, допустим, стрелки в таком положении находятся, вот как сейчас, да, неудобно, например, считывать показания. Нажимаем на вот эти две кнопки Mod и Light. Вот. И они, стрелки, переходят в такое положение, которое удобно для считывания показаний. И обратно. Подсветка тут светодиодная. Вот. Сейчас оно остановится. Светодиодная подсветка. Вот. Кроме этого, есть и автоподсветка. То есть, при движении руки наш дисплей может включать светодиод. Для того, чтобы включить автоподсветку, зажимаем вот эту кнопку и удерживаем некоторое время. Вот появился индикатор LT, вот мелко. Вот, видите, все работает. Рассмотрим калибровку часов, которую необходимо проводить в том случае, если все настройки, как я раньше показывал, не выполняются, время не синхронизируется, аналоговое с электронным. В текущем режиме зажимаем и удерживаем в секунд 5 левую верхнюю кнопку Adjust до тех пор, пока не появится индикатор Sub. Вот, индикатор появился и стрелка левого дисплея, который отвечает за функцию таймера, должна встать в вертикальное положение. Если этого по каким-либо причинам не произошло, то подгоняем с помощью вот этого ключа, вращая его по часовой или против часовой стрелки. Но в любом случае, стрелка этого дисплея должна принять строго вертикальное положение. Далее нажимаем кнопку Mode, вот левую, нижнюю, и стрелки часовая и минутная должны перейти в положение 12 часов. Если это по каким-либо причинам не произошло, вращаем ключ и подгоняем до этого значения. Все, все наши стрелки находятся вертикально вверх. После этого нажимаем вот эту вот кнопку и сохраняем. После этого, когда вы все поправите, настройка будет выполнена верно. Ну и время выставиться то, которое будет соответствовать электронному дисплею. Рассмотрим маркировку задней крышки. Маркировка задней крышки включает в себя название бренда Casio. В прямоугольнике указывается модуль часов 5398. Далее модель часов ЖА-400. Далее информация о материале. Стель, стилбэк, о том, что стальная только задняя крышка. Корпус может иметь любой другой материал, в данном случае полимерный. Джапан мофт, это японский механизм. Кейст ин Таиланд, это сборка в Таиланде. И вот ресист 20 бар, означает, что водозащита здесь 20 бар. То есть, в часах можно купаться, нырять и погружаться на определенную глубину. Но после использования морской воды промыть обычной проточной водой. Гарантия на все модели Casio 24 месяца на механизм. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал. Будьте здоровы!